Игорь Рейтарович, политолог, с нами на связи. Как раз мы говорим о событиях, которые ныне будут проходить в Швейцарии. Говорим о глобальном саммите мира. Игорь, приветствую вас. Доброе утро. Ну, давайте тогда действительно немножко посмотрим фронологию. На самом деле, напомним нашим зрителям, что идея такого мирного саммита появилась и возникла в Украине в конце 2022-го. Многие об этом уже не помнят, да. Тогда как раз успешное слабожанское наступление, это харьковское направление, напомню нашим зрителям, освобождение Херсона, которое произошло осенью 2022-го года. И замысел тогда этот как раз появился, собрать представителей цивилизованного мира, говорю цивилизованного для понимания и нашим зрителям. В одном месте их собрать, заручиться поддержкой, поддержкой как раз формулы мира. Это были главные задачи. Главные задачи, которые действительно в эти дни будут рассмотрены и не просто рассмотрены. Мы знаем, что будет определенного характера результат, итог, коммунике. Игорь, но как вы считаете, с чем Украина подошла, да, с какими показателями, с чем Украина подошла к этому глобальному саммиту мира, который сегодня стартует в Швейцарии? Ну, с четким пониманием, каким должно быть окончание войны, и эта формула представлена во всем мире. И по большому счету большинство стран эту формулу поддерживает. Нам достаточно посмотреть на, например, голосование в Организации Объединенных Наций, которое однозначно осуждает агрессию Российской Федерации и требует восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Поэтому этот саммит, это больше попытка, наверное, ну, не то, что там напомнить о нашей формуле, но, что я еще раз повторю, про нее достаточно неплохо известно. В том числе, кстати, и на России. Это очень важный момент, потому что критикуя постоянно эту формулу, а россияне именно этим и занимаются, ну, представители власти, они, тем не менее, озвучивают и ключевые положения. И таким образом даже, ну, таким образом рассказывают там своим же гражданам о том, чего хочет Украина и чего требует Украина. Поэтому этот саммит, это больше попытка, скажем так, изменить позицию ряда стран, которые занимают либо очень отстраненное такое положение касательно российско-украинской войны, то есть они особо не интересовались этим вопросом, есть такое количество стран и достаточно большое, а также повлиять на те страны, которые, ну, поддерживают, к сожалению, до сегодняшнего дня с Россией достаточно тесные отношения. И, скажем так, не то чтобы смотрят на мир там российскими глазами, но, тем не менее, в контексте российско-украинской войны в значительной мере опираются как раз на какие-то формулировки, которые делает именно Российская Федерация. Поэтому то, что эти страны согласились принять участие в саммите, это уже, в принципе, большой успех. То, что они подпишутся под общим коммунике, который будет представлено и будут обсуждать достаточно важные вопросы, которые выносятся на этот саммит, ну, это, безусловно, такой определенный дипломатический прорыв. И, ну, явно та история, которая очень, я бы даже сказал, чрезвычайно не нравится Российской Федерации, она, ну, прикладает огромные усилия для того, чтобы каким-то образом это все сорвать. Но у нее не получилось, поэтому теперь они за этим всем будут наблюдать, ну, и будут пытаться каким-то образом разгонять теперь негативные комментарии о саммите. Но он уже, по сути, есть успешным, потому что достаточно посмотреть на представительство, там огромное количество стран и международных организаций, это, знаете, такой вот, по сути, аналог организаций объединенных наций, которые собираются по конкретному вопросу. И они собираются именно на призыв Украины и ее ближайших партнеров. Игорь, вот мы сообщали, как «Европейская правда» несколько сообщила подробностей о том, как составлялся итоговый документ в каменнике, какие были проблемы, что пришлось его редактировать, корректировать. Один из пунктов российских манипуляций, пропаганды, что сократили формулу Зеленского из десяти пунктов только три. Как правильно отвечать на эти манипуляции, что сейчас именно три пункта там обсуждается? Ядерная, продовольственная безопасность и судьба украденных украинских детей. Ну, смотрите, ответ очень простой на это должен быть, поскольку 10 пунктов, они, ну, глобальные, то есть там очень серьезные такие пункты. Да, все рассмотреть за два, за три дня невозможно, но это же понятно, что если мы выносим, например, 10 пунктов, то их обсуждение, давайте откровенно, может превратиться в профанацию. То есть, по сути, ну, все там поставят какие-то галочки, но серьезно ни про что не поговорят. Украина вынесла три пункта, которые, ну, во-первых, являются достаточно значимыми и важными. Я думаю, никто не отбрасывает важность, например, ядерной или продовольственной безопасности. Я, кстати, напомню, что, например, продовольственная безопасность признана Организацией Объединенных Наций уже не первый год ключевой проблемой человечества. То есть, это ключевая проблема человечества. То есть, здесь Украина говорит о вещах, которые имеют действительно глобальное значение. Именно поэтому это глобальный саммит мира, это очень важный момент. То же самое касается и возвращения украденных детей и обмена военнопленными. Поэтому это первый момент, что невозможно просто рассмотреть все темы сразу. А второй связан с тем, что были выбраны такие темы, по которым большинство стран уже имеют, как сейчас, какие-то свои конкретные предложения. И готовы их оформить в виде какого-то практического документа. Это тоже очень важный момент. Потому что за коммунике так или иначе все проголосуют, его поддержат. Это понятно. Но Украина могла бы тогда такую конференцию собрать, я условно говорю, в дистанционном формате. Для нас важно иметь еще практические последствия от этого саммита. И когда вот эти три пункта, важных на самом деле, будут рассмотрены, по ним будут приняты конкретные решения, они будут иметь в значительной мере, я не скажу, что обязывающее какое-то влияние на Россию, но, по крайней мере, такое, от которого Россия не сможет отбиться и вынуждена будет на него обращать внимание. И, кстати, с этим и связана вот эта так называемая критика. Россия пытается каким-то образом значимость саммита нивелировать. Но получается у нее, ну это плохо. Почему? Потому что многие страны, они приехали обсуждать конкретные вопросы, и эти вопросы как раз на саммите и будут, собственно, представлены. Кроме того, и Украина, и страны, которые помогали нам в организации саммита, всегда говорили про одну очень важную вещь, что это не единственный саммит, то есть это не разовая акция, это начало достаточно долгого, ну это объективно так складывается, пути. То есть будет, как минимум, еще несколько подобных саммитов, на которых будут рассматриваться в том числе и другие вопросы. Ну а делать так, как это сделал вчера российский диктатор, который считает себя легитимным президентом, по факту таким не являющимся Путин, знаете, там за 15 минут вывалить какие-то неадекватные претензии, ультиматумы и свои рассуждения о будущем мире, ну это же явно не путь Украины. Мы демократическая цивилизованная страна и общаемся с такими же странами. Поэтому мы хотим серьезно обсуждать все вопросы, которые входят в украинскую форму мира. Треть вопросов, которые выносятся на саммит, это достаточное число. И в принципе, ожидать чего-то от большего было бессмысленно даже с самого начала. Ну вот как раз, Игорь, об этом сейчас и вспомним, да? Когда-то была хорошая песня такая «Фантазер ты меня называла». Называла, потому что так и есть, да? Ну вот вы уже вспомнили. Понятное дело, что вчерашние эти фантазии, о них сейчас вспомним, да? Не случайно они как раз перед саммитом мира. Что ж там нафантазировал? Очередные условия нафантазировал Путин для того, чтобы начать так называемые переговоры с Украиной. В частности, российский диктатор говорил о том, что Украина должна полностью, а тут мне очень нужно внимательно, полностью вывести свои войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в пределах административных границ. Министерство иностранных дел Украины отреагировали на очередные манипулятивные заявления Путина. Отметили, что их цель – вести в заблуждение международное сообщество. Сейчас услышим и продолжим. Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы. И ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательно время их озвучивания. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель – помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира. Убеждены, что все миролюбивые страны, уважающие устав ООН и искренне стремящиеся к восстановлению мира в Украине прекрасно осознают реальные мотивы российских заявлений и не позволят вести себя в заблуждение. Из заявления Министерства иностранных дел Украины. Игорь, да, Сакен хотел адресовать вопрос, давай. Много просто говорят о том, что, может быть, это он блефует, поднимает ставки. Как вы думаете, зачем он? Ведь тут важно даже не столько, что он говорит, а время, когда он это говорит. Прямо накануне важнейшего мероприятия в Швейцарии. Как вы думаете, в чем причина этого ультимативного заявления вчерашнего? Ну, смотрите, это как раз примитивная, очень примитивная попытка перехватить информационную инициативу, ну, в понимании российского диктатора. Что вот мы сделаем заявление, и как там написали несколько сервильных журналистов с его окружения, теперь на саммите в Швейцарии все будут обсуждать формулу, которую предложил Путин. Ну, это очень смешно на самом деле, потому что огромное количество других российских журналистов, абсолютно сервильно настроенных по отношению к власти, и которые поддерживают войну в том числе, они даже не смогли написать ничего более такого, знаете, хорошего про это заявление, а писали достаточно много критических замечаний. Ну, например, начиная от того, что при условии даже максимально благоприятного положения для Российской Федерации, для того, чтобы захватить те территории, которые Путин озвучил в своем выступлении, им понадобится ни много ни мало 14 лет. 14 лет. И это при условии, что у них благоприятная максимально будет ситуация, чего на фронте уже, ну, как минимум, несколько недель не наблюдается. Поэтому в этом контексте это попытка сбить как раз градус подготовки к саммиту, в очередной раз в понимании, наверное, России поднять каким-то образом ставки, для того, чтобы иметь сильные позиции для начала каких-то переговоров. Но, смотрите, получился казус на самом деле с этим заявлением. Казус очень простой. И на России это сначала не поняли, а сегодня к утру поняли, но теперь не знают, что с этим в принципе делать. Когда делается такое заявление, на него должна быть хотя бы какая-то минимальная реакция в плане вот именно начала, гипотетического даже, какого-то там начала переговоров. Но реакция была диаметрально противоположной. Начиная от заявления Украины, что мы не собираемся ничего обсуждать в таком формате с Российской Федерацией, и заканчивая огромным количеством представителей других стран, которые Украину поддерживают. Начиная от Остина, который сказал, что Россия что-то тут попутала берега вообще, и непонятно, какие заявления делает. И заканчивая лидерами там других стран, которые это тоже прокомментировали. И ни один из этих комментариев не касался даже возможности каких-то переговоров с Российской Федерацией с учетом того заявления, которое вчера сделал Путин. То есть, по сути, это такой, знаете, выстрел в холостую, крик где-то в пустоту, но какое-то время информационную повестку дня именно внутри России это заявление будет держать. Но глобально она не будет иметь никакого значения, потому что, ну, во-первых, ничего нового Путин не говорил, а во-вторых, опять-таки, тональное заявление, неадекватность восприяния реальности, ну, она очередной раз этим заявлением просто была подтверждена. Спасибо вам большое, Игорь. Будем включать и вас в эфир в ближайшие дни. У нас много эфиров, посвященных саммиту. Спасибо, что всегда откликаетесь и помогаете понять, что происходит. Игорь Ритерович, политолог, был гостем этой части эфира.